Всем привет! Меня зовут Юлия, я живу в Анталии. Сейчас нахожусь на ярмарке возле торгового центра Terra City. И здесь приехали с разных городов. Дернеки – это общество, в которое люди ходят по каким-то своим интересам. И вот они привезли с каждого города какие-то свои продукты, которые очень славятся именно в их городе. Немножко я сняла на украиночку в Третьщине и немножко сниму вам здесь, чтобы вы понимали, что такое ярмарка в Анталии. Слушайте, ну как это ж обойти? Оно не когда? 100 лир – это половина хлеба, а целый, понятно, что 200. Вот чекёфте. Чекёфте не когда? Ну это, наверное, острое, прям видно. 61 порция из шекеляр. Вот Айран, видите. Трабзон все продали, молодцы. Ну в Трабзоне, конечно, все вкусно. Там есть монастырь Сумала, кстати. Да, мы там были на открытии. Шекеляр. И такие пирожки разные. Беляши. Оно не когда? Элит. Бертаны. Одна штучка чебурека – 50 лир. А вот такие пельмени сколько? Вот такие. 25 лир вот такие. Мясо в середине? Конечно. Конечно. Пельмени же это жарко. Тащекеляр. Ага, и вот. Это какой? Таджикистан. Это с Таджикистана, ребята. Так, и вот такие сладости. Это что такое? Это сладкая тыква, вот так. Это кюнифе сразу. Одно кюнифе 75 лир. Они с Антакии. Ну вот. Не когда? Куда гермин? 20 лир вот такой один. Слушайте, опять чебуреки. Но не когда? Да, не отецвешили. 35 лир один чебурек. Это все. Эски шефир. Ну, эски шефир, чебуреки, конечно, вкусные. Да. Еще люлеташи там есть очень вкусные. Но эски шефир, это, конечно, вы должны попробовать чебуреки. Потому что... Ой, такой запах прям. Видимо ли. Так, кофе готовим. Так. Вот такой у нас кофе. Красивый. Разный, разный. А ты откуда? Адима Млэлар. Угощает. О, хангиси. Буду пробовать кофе с Адимана. Вы знаете, я не люблю острый кофе, но у них этот... Он такой мягкий, он такой сладкий. Он не досыпал сюда сахар, он просто сам по себе такой. Мягкий-мягкий, очень вкусный. Вот этот кофе. Не когда, Бертане? А не селлителе. 50 лир одна шпучка. Очень вкусный. Если вы берете три, то четвертый дает бесплатно в подарок из детских кефтен. Но это острое, сразу предупреждаю. Ой, а это что? Каид кебабы. Представляете, такой кебаб. Не когда, Бертане? 120 лир один такой кебаб. Надо будет прийти, когда уже готово будет. И здесь мясо. И курица. Вот люди себе садятся, просто себе отдыхают, болтают и кушают, естественно. Тут выплетают. Девочки, караман. С карамана. Общество. Гусики, браслетики. Тюнджели. Шикарно. Это уже все, что осталось. С бананом. Четыре котлетки. Ложится в половину хлеба. Добавляются там помидоры, лук, салат. И это, да, и перец. Все по вашему желанию. И это стоит 80 лет. Хочешь? Дуру, дуру, афарин. Я тебе правильно сказала? Я говорю, правильно, все правильно. Вот салат уже можете добавлять в хлеб. Что хотите, по вашему желанию. И главный наполнитель, это, конечно же, мясо. Не когда, Бертане? 130 лир. Ой, шарума сразу видно очень классная. Сразу прям и по запаху, и по виду. Вот такой чай стоит 10 лир. А в этой бочке кто угадает, что это? Правильно, это айран. Написано бус гиби, то есть холодный, как лед. И стаканчик такого айрана стоит 20 лир. Вот еще общество Казахстан и Эврасия. Тоже девочки и вышивают, и делают поделки с бисера. И сумочки разные, и на шее, и браслетики. Можете всех изделия посмотреть в инстаграме по вот этому адресу. Вы посмотрите на этих красотуль. Сколько их здесь много. Это еще не много, это у них не обед. Да, красавчик залез туда. Ты понимаешь, как слезть? Пупсик. Ой, пантера, ты пантера. Ой-ой-ой, осторожно. Ты чудик, ты маленький. Спасибо за то, что досмотрели это видео до конца. Спасибо за ваши лайки, комментарии, подписку. И желаю всем мира в душе, любви, благодати, мудрости. И, конечно же, найти время и возможность приехать в Турцию на отдых. Целую вас.